МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги четверга, 6 сентября. В студии Олег Хатанзейский. Начинаем. Итак, главная новость дня. Администрация Ненецкого округа сохранит местным жителям все региональные льготы независимо от изменений пенсионного законодательства, которое сейчас активно обсуждают в правительстве страны. Данный вопрос накануне вечером обсудили на заседании фракции «Единая Россия» в собрании депутатов. Участники совещания пришли к единому мнению. Женщины и мужчины будут получать все социальные доплаты так же, как и сейчас, в 50-55 лет соответственно. В своем обращении президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин рекомендовал такую возможность в субъектах Российской Федерации предусмотреть. О необходимости сохранения льгот говорил в Рео губернатора Ненецкого автономного округа Александр Витальевич Субурский, поэтому членами фракции «Единая Россия» сегодня подписан и внесен соответствующий законопроект. Мы выступили с законодательной инициативой сохранить все выплаты, предусмотренные нашими законами, для людей старшего поколения. А также это речь идет о льготном проезде на местных авиалиниях, в общественном транспорте, о льготах ЖКХ, о льготах на приобретение лекарств и ряд других. Они очень важны для людей, особенно для тех, кто непосредственно проживает в арктической зоне Российской Федерации. Кроме того, мы понимаем, что эту работу необходимо провести достаточно оперативно, для того, чтобы мы могли учесть необходимые финансовые средства при принятии бюджета на 2019 год. Я считаю, что если мы эту работу совершим в полном объеме, то сумеем достичь ту цель, которую пересоволим ставим, а именно сохранить региональные льготы, меры дополнительной социальной поддержки в полном объеме. Добавлю, данный законопроект, который предусматривает сохранение всех региональных льгот для людей пожилого возраста, будет рассмотрен уже следующим созывом собрания депутатов Ненецкого округа. Вероятнее всего, это произойдет осенью на первой сессии. Оленеводство в Ненецком округе нужно срочно спасать. В один голос заявляют руководители местных СПК, причем в том, что эта отрасль по сути терпит бедствия, хозяйственники винят управленцев. Якобы нет и никогда не было в профильном департаменте специалистов, разбирающихся в столь специфической деятельности. По мнению председателя, еще одна причина – это недостаточная поддержка со стороны государства, хотя региональные власти с такой позиции не согласны. О проблемах развития традиционного хозяйства накануне говорили на заседании Совета по оленеводству. Мнение о сторон выслушала моя коллега Надежда Качегова. Первый доклад на заседании Совета представил руководитель профильного департамента Михаил Ферин. Сейчас его ведомство как раз занимается разработкой стратегии развития отрасли и выполняет все мартовские поручения. Они были сделаны по итогам очередного съезда заполярных кочевников. Первые вещи, которые мы уже сделали, и они во там направлялись членам Совета, это внесение изменений в закон о оленеводстве. В частности, там есть предусмотрено несколько пунктов. Мы убираем один пункт, где за нарушение оленей емкости, так было в законе написано, разрывать оленные отношения, кто их нарушил. Мы этот пункт убираем, потому что это считаем неправильно и без защищения так делать нельзя. Отработано также предложение департамента образования. Школьными вертолетами, которые бесплатно возят детей оленеводов, смогут пользоваться и студенты. Проект сейчас проходит предварительную оценку. В качестве еще одного успешного механизма поддержки местных производителей представлена инвестиционная субсидия. Она появилась в округе лишь этим летом. Например, Харп получил деньги за уже построенную ферму в Красном, а Сула за комплекс в Коткино. В целом, по итогам года, с учетом субсидирования, у нас есть тенденция к улучшению работы. То есть у нас при учете субсидирования из бюджета, если раньше в 2016 году было пять только предприятий, ну, пять СПК-организаций, которые были рентабельны, их сейчас стало 11. Общий объем финансирования отрасли в этом году – 232 миллиона рублей. За последние три года размер поддержки увеличился в полтора раза. Правда, по мнению промышленников, государственных выливаний недостаточно. И аж с 90-х годов оленеводство Заполярье постепенно деградирует. Получается, что с существующей системой поддержки отрасли на данном этапе у нас уже не обеспечивается внутреннее потребление. То есть мы сегодня закупаем мясо на стороне. Было закуплено порядка 40 тонн в республике Куми. Правильно? Да. Второй год подряд. Причем закупалось по внутренней цене. Мы будем поддерживать оленеводство соседних регионов или все-таки обратим внимание на свои хозяйства? То есть нам сегодня оказывается легче закупить на стороне, чем выкладывать деньги в свои хозяйства. К причинам стагнации оленеводческой отрасли председатели СПК добавили также отсутствие убойных пунктов, низкую закупочную цену на оленину, плюс некачественное сырье. В корне проблем, по мнению хозяйственников, и некомпетентность управления. Интересы отрасли на уровне исполнительной и законодательные властей региона никто не отстаивает. Отчасти с обидой заявили руководители СПК. Если бы был профессиональный состав, то, думаю, не было бы ситуаций сверх, когда не выплачивались целый год субсидий. Как это своему предприятию не выплачивать субсидий? Год был, он судился и высудил, и был прав. О чем это говорит? О компетентности управления. Потеря уникального стада на Колгуеве. Если бы вовремя спохватились, у нас что вот, у Анатолия Петровича нету сенов, и завести туда вертолетами. Проблем не было. 1972 год, вспомните, кто помнит, как спасали оленей. Так же сено завозили. Все, проблем не было. Александр Цибульский согласен с тем, что оленеводство – крайне специфичная деятельность, требующая особых знаний и навыков. Именно поэтому глава региона и создал этот совет. Но что касается государственной поддержки, то здесь руководитель субъекта твердо заявил, отрасль не должна существовать только за счет окружной казны. Ведь в таком случае говорить о развитии оленеводства просто не имеет смысла. Более того, Александр Цибульский считает несправедливым сложившийся порядок получения доходов местными СПК. Почему одни оленеводческие хозяйства, которые историческим образом, волей судеб, сегодня арендуют, я подтверждаю, земли государственные, на которых разрабатываются нефтяные месторождения, жируют, а другие, которых, к сожалению, не оказалось таких богатств на своей территории, на арендованных, они сводят концы с концами и генерят огромные убытки. И почему мы одинаково поддерживаем вас и одинаково поддерживаем оленеводок на землях, которые не обладают такими ресурсами? Разве это справедливо? Мне кажется, это несправедливо. И мне кажется, здесь надо в этом тоже наводить серьезный порядок. А давайте разберемся, сколько платите вы своим оленеводам, не вы конкретно, я имею в виду руководителей СПК и других оленеводских хозяйств, своим оленеводам, которые занимаются в обслуживании. Это же безобразие, по 5-6 тысяч рублей люди получают в месяц, при том, что большинство из вас, особенно на Востоке, получают неплохие доходы от своей деятельности, как бы вы сейчас не пытались нам преподнести, а своей несчастной судьбе. По мнению главы региона, все оленеводческие хозяйства округа имеют одни и те же права, поэтому условия ведения деятельности должны быть выровнены. Прибыль, которую СПК получают от аренды нефтегазоносных земель, можно распределять между всеми хозяйствами, предложил Александр Цибольский. Правда, руководители СПК от такой идеи оказались не в восторге. Какое мы имеем моральное право, те оленеводы, на которых не уничтожается земля, нет разливов, нет стрессового воздействия, не получать эти доходы. То есть мы ведь получаем их не просто так. Если я буду как директором этого фонда, я соглашусь, а так нет. Потому что деньги уйдут неизвестно куда. Лично я не верю, что деньги уйдут туда, куда надо. Потому что у округа сегодня столько денег, и все равно их не хватает. Не ваш адрес, я вообще говорю. После бурной дискуссии глава региона призвал руководителей хозяйств помочь профильному департаменту в разработке стратегии развития окружного оленеводства. А также, используя успешную практику некоторых местных СПК, навести порядок во всей отрасли. Следующая встреча совета запланирована уже на октябрь. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север. Идем далее. Реорганизация на Ринмар-Дуримстроя позволит сохранить предприятие. Такое заявление сделал Александр Цибульский. Накануне он побывал на объектах дорожников. Глава региона, в частности, проинспектировал ход работ на строящемся мосту через захребетную курьё. Его планируют сдать в эксплуатацию в начале октября. В принципе, мы идем в работе в графике. Даже при всех логистических проблемах, еще масса других проблем будет. Финансовые. Надежда, финансовые проблемы, потому что последний транш, там, с иноментом, очень не заходил. Но все решили? Все решили, да. Также в рамках поездки Цибульский посетил базу ДРСУ, где осмотрел имеющийся автопарк и производственные помещения. Побывал глава региона и на асфальтобетонном заводе. В этом году производство здесь началось в достаточно поздние сроки. Причина – проблема логистики и несвоевременное проведение торгов. Здесь еще в августе не было, ну, ничего на заводе. Ветер гулял, да, сейчас мы видим весь материал здесь. Вот, так вот, щебень целиком есть. Минеральный порошок завезен. Ну, вот, единственная логистика, битва. Я, наверное, не первый, кто это говорит здесь наверняка. Но в следующем году я хочу до конца апреля видеть там все конкурсы отыгранные, чтобы у нас уже в июне вот так вот выглядел там завод и все остальные, чтобы мы не теряли сезон, чтобы у нас было время на то, чтобы, значит, думать, Александр Владимирович, как это делать, но все конкурсные процедуры надо там, ну, самые поздние, до середины мая заканчивать. Чтобы навигацию мы начинали в первые месяцы заводить. Ну, это безобразие, потому что мы сами себе создаем проблемы, которые надо решать. И надо думать что-нибудь по модернизации завода, потому что нам асфальт точно в ближайшее время сильно понадобится, и нам надо какой-то производство, там больше вложиться в модернизацию, и готовить предложения, я не очень это понимаю. Чтобы у нас был завод, который выдает хорошего качества асфальт, и при этом себестоимость его, чтобы не была кастлической, у нас так хватает факторов, которые у нас влияют на удорожание процесса. Ну, а в завершении встречи глава региона обсудил с руководителем ДРСУ предстоящую реорганизацию и попросил Владимира Дадова объяснить людям, что это ни в коем случае не приведет ни к ликвидации, ни к банкротству предприятия. В Министерстве транспорта России подтвердили намерение субсидировать авиаперелет из Наринмара в Санкт-Петербург и Архангельск в летний период. Об этом на оперативном совещании доложил руководитель профильного департамента Александр Лидер. Напомню, данное поручение своему заместителю Александр Цибульский дал после встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым и президентом Владимиром Путином. Речь тогда, в частности, шла о субсидировании пассажирских авиаперевозок за пределы Ненецкого округа, так как зачастую многие граждане не могут позволить себе купить билеты на всю семью из-за их высокой стоимости. Прилично сдвинулись с точки зрения субсидирования билетов. Значит, у нас, скорее всего, внесут изменения в 2014, но это будет только в следующем году. Но, тем не менее, к летним сезонам, скорее всего, мы успеем. Да, мы очень на это надеемся. Нашли понимание в Минтрансе. Это Архангельск и Питер. Пока. Москва, к сожалению, не субсидируется вообще. Таким образом, уже со следующего года улететь в Санкт-Петербург и Архангельск жители региона смогут по более доступным билетам. Часть его стоимости авиаперевозчикам компенсируют из федерального бюджета. Еще одна тема оперативного совещания – переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Это тоже отдельное поручение в Рио губернатора Александр Лидер сообщил. В поселке Искатели в ближайшее время сдадут в эксплуатацию сразу два новых дома. Он с Поморской. В принципе, один дом готов практически на 99%. В втором доме уже сделали четвертый, третий этаж, приступили ко второму. Значит, мы понимаем, что к октябре 2018 года, скорее всего, к концу октября, можно будет пробовать принимать эти дома с учетом благоустройства. А когда были сроки контракта? Александр Анатольевич, это недавно прошли уже. Ну, надо обязательно, чтобы соответствующие... Все претензионные, по каждому объекту претензионная работа ведется. Я это контролирую, все письма все я видел улицу, нужно готов вам представить. Что касается города, то на пересечении улиц Первомайская-Токовылка продолжают возводить многоквартирный дом. Он готов на 46%, при этом сдать его эксплуатацию подрядчик согласно контракту должен уже в ноябре. Руководитель профильного департамента заявил, к этому сроку строители не успеют, поэтому предварительная дата заселения – лето 2019-го. Значит, по авиатрам три подъезда готовы. В начале августа сделан запрос в город о представлении информации о предварительном распределении квартир. Была дана информация о 60 квартир, там 90. Поэтому я прошу сегодня, в общем-то, незамедлительно выразить свое согласие на прием 90 квартир в город. Это позволит существенно сократить сроки оформления квартир, собственно, на одновременно организовать их передачу в город. Мы так предполагаем, что 2-3 недели можно будет уже вручать ключи. Андрей Николаевич, я прошу подключиться тоже, да, Сергей Анатольевич, если по вашей категории кому-то предполагается перераспределить жилье, тоже, чтобы это максимально оперативно. Давайте максимум три недели, чтобы у нас уже были выданы ключи. Другим темам приемным семьям из Нинецкого округа проиндексируют выплаты и вернут субсидию на покупку транспорта. Об этом глава региона Александр Цибульский сообщил в ходе очередной встречи. По данным Пресс-службы администрации, принятые решения будут реализованы с 2019 года, а необходимые средства предусмотрят в окружном бюджете. Напомню ранее, на встрече родителей, в чьих семьях воспитываются приемные дети, обратились к временно исполняющим обязанности губернатора с просьбой рассмотреть возможность возврата такой меры социальной поддержки, как субсидия на покупку техники. Большинство из этих семей являются многодетными, поэтому для них транспортные средства являются необходимостью. Между тем, со следующего года будет увеличен размер ежемесячного вознаграждения о приемным родителям за их труд. Аналогичное решение об индексации было принято и в отношении ежемесячной компенсации на содержание детей-сирот. В единственном регионе контактном зоопарке пополнение. Необычный подарок для окружных детей сделал депутат Государственной Думы Рослав Нилов. Привезти в Нейнмар двух кроликов из Смоленской области народный избранник обещал еще в августе. Своё слово парламентарий в итоге сдержал. Подробности прямо сейчас. Для новых жителей зоопарка здесь уже все готово. Клетка на двоих и любимое лакомство – свежая морковь. У нас в основном здесь декоративные кролики, а эти кролики мало того, что еще и размножаться могут, может быть, принесут не только красоту в наш клуб, но и прибыль какую-то, если мы начнем плодиться и размножаться. И будем продавать подарок очень хороший. Они необычные, белые, с красными глазами, в отличие от наших маленьких, они крупные. Как считает депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, посещение контактного зоопарка приносит большую пользу развитию детей. Одно дело – формировать представление о животном мире по картинкам и рассказам, и совсем другое – впечатление от общения с представителями живой природы. Надо благодарить за то, что есть такие некоммерческие организации, есть такие люди с активной гражданской позиции, которые занимаются животными, которые создают, которые творят, и которые создают условия, позволяющие, особенно нашему подрастающему поколению, которые живут так же, как и взрослые, в мире перенасыщенным отрицательными эмоциями и негативом, прийти сюда и ощутить, и в себя впитать вот эту атмосферу доброты, сочувствия, сожаления, и своими руками потрогать, покормить, поухаживать, и понять, что это братья наши меньше, они где-то беззащитные, где-то нуждаются в поддержке, в заботе, во внимании. Это одни плюсы. Сейчас в мини-зоопарке постоянно проживают пять лошадей, корова, свинья, енот, козы, курицы, кролики и енотовидная собака. На днях к ним присоединятся еще два питомца. На следующей неделе отправляемся за ослицей лавандой. Наши дети очень долго ждали ее, с мая месяца. И конь идальга мерина, это топега и масти, мизенская порода, адаптирована тоже к людям. Он будет приготовлен для детей с гипотерапией, потому что лошади нужны. Здесь маленького роста, у нас в основном племенные, все высокие. Навестить животных в единственном в округе контактном зоопарке все желающие могут ежедневно с 12 до 16 часов. Совершенно бесплатно. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.